Здравствуйте, ребята! Сегодня мы продолжим рассмотреть особенности регионов Кыргызстана. Тема сегодняшнего урока – природные комплексы юго-западного Тяншаня. Физическая география Кыргызстана, 8 класс. Цель урока – поделить основные характеристики природно-территорального комплекса юго-западного Тяншаня. Взаимосвязи между природными объектами и факторами окружающей среды. Развивает умение работать с географическими картами и другими источниками информации. Северная часть Перганской долины вместе с бассейном реки Чаткал называется юго-западным Тяншанем. Площадь региона составляет 26 тысяч квадратных километров. На севере по гребням Пскемского хребта и Таласского лото и по гребню горы Атойнок спускается к Нарыну. Через узкое ущелье Нарын поднимается к Ферганскому хребту и доходит до восточной части Алайского хребта. Там от самой высокой точки Ферганского хребта Пикауч-Сеид спускается к долине Алайку. По этой долине достигает реки Тар. По ее длине идут до границы с Узбекистаном. Далее по государственной границе возвращается к Пскемскому хребту. Горные хребты юго-западной провинции. Основа орографического строения территории составляет расположенные вдоль ферганского тектонического разлома западная часть Алайского лото и Ферганский хребет. От этих хребтов, являющихся главными морфо-структурными элементами территории, под прямым углом расходятся крупные и мелкие хребты. Чаткальский хребет – одна из крупных морфо-структур этого региона. В общем, устройство земной поверхности здесь наблюдается снижение в сторону ферганских равнин, а в Чаткальской долине – в сторону Ташкентского оазиса. Общая длина региона – 370 километров, ширина самого широкого места – 150-160 километров. На самом крайнем северо-западе от Пскемского хребта к Кыргызстану относится лишь его южный склон. Его длина составляет 141 километров, высота – 4000 метров. Наивысшая точка – 4395 метров, пик Бештер. На юге-востоке Пскемского хребта параллельно ему протягивается на 72 километра Чандаларский хребет. Самая высшая точка его поднимается на 4114 метров. Между хребтами и гребнями гор расположены долины. Разветвленные системы рек образуют глубокие ущелья. Геологическое строение юго-западного Тяншане. Современный облик рельефа и орографии образовался в результате альпийской складчатости, начавшейся в неогеновый период. В этом урогенезе, по прежде сформированным структурам, горы вновь поднимались. Синклинальные впадины опустились и образовали современные основные формы рельефа. Климат юго-западного Тяншане. Горы препятствуют прохождению холодных северных воздушных масс, смягчают климатические условия, особенно зимнего периода. На подгорных равнинах зима умеренная, лето жаркое. Средняя температура января минус 2 градусов Сельсия, июльская температура плюс 25 градусов Сельсия. Количество осадков от 120 до 400 миллиметров. По мере увеличения высоты местности повышаются зимние температуры, а летние понижаются. Причиной этого явления на подгорных равнинах можно считать температурную инверсию. На северо-западных и юго-западных склонах гор по мере повышения высоты увеличивается количество атмосферных осадков. В бассейне реки Яссей выпадает 1300 миллиметров, в Саламалике 900 миллиметров, в Верховьях Кугарской долины 1000 миллиметров, на Ахтырек Гава 1000 миллиметров выпадает, в закрытых внутренних долинах 400 миллиметров выпадает осадки. Все реки провинции относятся к бассейну реки Сардаря, кроме Чаткала. Юго-западный Тяншань по густоте речной сети и объему воды на территории Кыргызстана занимает первое место. Реки юго-западного Тяншаня Чаткал, Черчи, Карасу, Падышата, Алабука, Касанцай, Сумсар, Малюсу, Караункур, Когарт, Яссы, Карадарья, Каракульжа и Тар. Основными источниками питания рек являются талые воды, зимних снегов и весенние дождевые воды. Чаткал и Тар получают дополнительное питание от ледниковых вод. В бассейне реки Чаткал площадь ледников составляет 54 квадратных километров, а бассейне реки Тар около 90 квадратных километров. Особые климатические условия способствовали образованию на юго-восточных склонах Чаткальского хребта и юго-западных склонах от Тойнокского хребта. В бассейнах рек Коджаатай и Караункур уникальных орехоплодовых реликтовых лесных ландшафтов в сохранении древней флоры и фауны. От подгорных равнин до вершин хребтов расположены 6 высотных поясов. До 800 метров пустыни на светлых сероземах и на дырах. До 1100 метров пустынные ландшафты на обыкновенных сероземах. От 1100 до 1300 метров эфемеровые и засушливые степи на темных сероземах и коричневых почвах. От 1300 до 2800 метров лесостепная растительность на средневысотных склонах. Дальше ореховые леса, яблони и разные виды кустарников. Высшие елевые леса, еще высшие кустарниковые субальпийские луга, низкотравные альпийские луга и гляциально-окнивальный пояс. Леса юго-западного Тяншания представляет очень ценный генофонд. На земном шаре естественно растущие ореховые леса встречаются лишь здесь. Ореховые леса имеют огромное значение для защиты горных склонов от эрозии и регулирования стока в бассейнах рек. Из естественных ресурсов в юго-западном Тяншане наиболее интенсивно используются земельные и водные ресурсы. Из полезных ископаемых добывается уголь, нефть и природный газ. Округи юго-западного Тяншания. Чаткальская межгорная долина занимает западную часть юго-западного Тяншания. Расположена между хребтами Чаткал и Пске. Протяженность с северо-востока на юго-запад 200 километров. На границе с Узбекистаном абсолютная высота долины 900 метров и поднимается до 2000 метров на северо-востоке. Климат умеренно контентальный, зима холодная, лето прохладное. Среднемесячная температура января минус 13,5 градусов Сельсия. Июльская температура плюс 16,7 градусов Сельсия. Осадки в средней части долины 400-500-500 миллиметров. На северо-востоке 700-800 миллиметров. Главная речная система река Чаткал. Следующий округ, северо-ферганский округ, охватывает территории северного склона Чаткальского хребта и юго-западный склон от Тойнокского хребта до государственной границы с Узбекистаном на равнине. На западе границе с долиной реки Гавасай, на востоке с ущелем Нарына. Орография и рельеф округа сложные, он расчленен глубокими ущелями. Между равнинами и высокими горами располагается широкая полоса невысоких гор. Высшая точка округа, гора Флатун, высота составляет 4503 метров на Чаткальском хребте. Следующий округ, северо-восточный ферганский округ, охватывает юго-западный склон ферганского хребта. Западной границей служит ущелье реки Нарын. Далее она идет на юго-восток до долины реки Тар. Юго-западный склон ферганской горной системы расчленен глубокими ущелями и широкими долинами. Самые крупные из них Терек, Кулун, Каракульжа, Яссы, Кугарт, Каранкур, Малюсу. Ребята, сегодня на уроке мы рассмотрели природные комплексы юго-западного Теншаня и узнали о рельефе, о геологическом строении, о внутренних водах и познакомились с флорой и фауной данной территории. Тогда перейдем к домашнему заданию. Практическая работа. Обозначите на контурной карте местоположение юго-западного Теншаня, укажите естественные границы территории, нанесите участки и произрастание орехоплодовых лесов, определите к бассейнам, каких рек они относятся. Домашнее задание. Параграф 10.6 прочитать. Выделить отличия ландшафтов Чаткальской и Ферганской долины. Закончить оформление практической работы. Спасибо за внимание. До свидания.